В комментариях под выпуском про Леонардо да Винчи я разгорел с нешуточной дискуссией о том, что такого особенного есть в Мони Лизе и почему она считается шедевром. Для кого-то это лучшее творение да Винчи и главное произведение мирового искусства вообще, а кто-то не понимает прикола и называет ее облезлой бабой на фоне болота. Да-да, я читаю все ваши комментарии. Но вот что любопытно. В этом контексте часто упоминается другое произведение. Мона Лиза раздута владельцами, как и черная мазня Малевича. Да, черный квадрат Малевича штука уникальная. Вот уже больше 100 лет он не оставляет равнодушным никого и либо вызывает восхищение, либо возмущение. И вот в одном из комментариев меня спросили, а черный квадрат Малевича понимаете? Расскажите, если знаете. И я задумался, могу ли я сказать, что вообще хоть что-то понимаю? Да, я не искусствовед, я всего-навсего историк. Но пока я готовил этот выпуск, я прошел долгий и непростой путь от неприятия до полного восторга. И хочу поделиться с вами несколькими открытиями, которые я сделал, вглядываясь в черный квадрат Малевича. Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Это действительно важно для развития канала. Также буду рад вашим комментариям и лайку, если видео вам понравится. Как вы наверняка знаете, черный квадрат Малевича сегодня выставлен в Новой Третьяковке в Москве. А еще на него можно посмотреть в Русском музее и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и в экспозиции «Центр Победу» в Париже. По крайней мере еще один упрятан в запасниках той же Третьяковке. И все они это черный квадрат Малевича. То есть художник сам занимался тиражированием своих произведений. И в этом, как мне кажется, кроется очень важная идея, которая во многом и объясняет суть этого нового искусства. Но об этом чуть позже. Пока давайте просто посмотрим на него с формальной точки зрения. Вот черный квадрат образца 1915 года. Именно он наиболее известен широкой публике и выставлен в Третьяковской галерее. Это простой квадратный подрамник с длиной сторон 79,5 см. На белом холсте черной краской нарисован квадрат. Вот собственно и все. Ну и в чем же тут искусство? Я тоже так могу. Да, особого мастерства для этого не требуется. И с подобным рисунком справится и ребенок. Более того, Малевич, если уж говорит на чистоту, даже не смог нарисовать квадрат. Как вы помните из школьной программы, суть квадрата в том, что все его стороны равны, а каждый угол равен 90 градусам. У Малевича же все криво-косо. Можно было бы подумать, что это какой-то квадрат из геометрии Лобачевского, где параллельные линии пересекаются. Но искать тут какие-то отсылки к альтернативным геометрическим теориям все же не стоит. По крайней мере, сам Малевич об этом никогда не писал. Более того, будучи человеком максимально серьезным и честным, изначально он назвал свою работу не квадрат, а по формалистски четырехугольник, что, конечно, больше соответствует действительности. Впервые этот четырехугольник был представлен публике на так называемой последней футуристической выставке 010, которая открылась 19 декабря 1915 года в Петрограде. Кроме Малевича, там были работы еще десятка других художников, в том числе, например, всем известного Владимира Татлина, автора той самой башни Татлина. С выставки осталось очень мало фотографий, но вы наверняка видели вот эту. Это как раз уголок Малевича. Тут хорошо видна 21 из 39 представленных его работ, но в этой фотографии есть один большой недостаток. Она черно-белая. Как же все выглядело на самом деле? После посещения выставки художница Ольга Розенова пишет картины эти в разных красках, а они черно-белые. Как, например, вот эта под номером 40 с изображением футболиста. Или вот эта, на которой изображен летящий аэроплан. Попробуйте угадать, что за картина под номером 41, где Малевич нарисовал мальчика с ранцем. Думаю, если не знать, то догадаться совершенно невозможно. Вот она. Черный квадратик, а под ним красный квадратик. А вот эта абстракция под номером 44 это вообще автопортрет самого Малевича. В общем, оказывается, все эти картины были цветными. И это важно. Во многом именно в этом и была вся суть супрематизма. Само слово восходит к латинскому супримус, то есть превосходство. И речь идет о превосходстве цвета над формой и над всеми прочими свойствами живописи. Как писал сам Малевич, самоценное в живописном творчестве есть цвет и фактура. Это живописная сущность. В итоге все сводится к цветовым пятнам, как эти его работы, которым просто назвал живописные массовые движения. Именно цвет определяет содержание, как, например, на этой картине. Глядя на фотографию, можно было бы подумать, что это еще один черный квадрат. Но это не так. Это полотно под номером 43 называется живописный реализм крестьянки в двух измерениях. Сегодня эта картина выставлена в русском музее. И это вовсе не черный квадрат, а красный четырехугольник. И вот что пишет на сайте музея. Используя только цвет и лаконичную форму, очерчивающую общий обрез предполагаемой фигуры, создатель супрематизма новаторски воплотил традиционный образ крестьянки в красном сарафане. И тут я выскажу, наверное, не самое популярное мнение. Потому что в этих работах никаких особых откровений новаторства, в общем-то, нет. Такое заигрывание с абстракцией уже было, например, в работах Альфонса Алле. Еще в 1884 году он написал вот эту картину. Уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами. Просто красный прямоугольник, ничего лишнего. Или вот такой белый, под названием первое причастие страдающих анемией девушек в снежную пору. И еще множество аналогичных произведений. В том числе и вот этот черный четырехугольник, который датируется 1882 годом, за 30 лет до Малевича. И эту свою работу Алле в свойственной ему саркастической манере назвал битвой негров в пещере ночью. Ну все, расходимся. Получается, нет в Малевиче ничего особенного. Черный квадрат переоценен и все это просто наглый маркетинг. Он же ничего не изобрел. Тут я могу накинуть на вентилятор еще одну историю. В 2015 году были опубликованы результаты последних исследований Черного квадрата. И помимо того, что под ним были обнаружены еще две картины более раннего времени, о чем я давным-давно рассказывал в одном из своих первых выпусков, вот тут они сумели разглядеть надпись. Отчетливо видно слово битва, дальше не совсем понятная буква и затем ЕГРЭО и судя по всему В. В общем битва негров. Несмотря на то, что дальше текст почти не сохранился, думаю тут не надо ходить гадалки, чтобы восстановить продолжение всей фразы. Так что же это получается? Малевич просто скоммуниздил идею Альфонса Оле и выдал ее за свое гениальное даваторское произведение? Ну как обычно на нашем канале, выводы вы делаете сами. Но нет, я же тут не занимаюсь объективной журналистикой, поэтому все же хочется разобраться. Когда вообще люди начали рисовать черные квадратики и четырехугольники и что они этим пытались сказать? Не уходя совсем уж в глубокую древность, возьмем вот эту иллюстрацию к трактату 1617 года. На ней английский врач и философ-мистик Роберт Флатт изобразил первозданный брак бесконечной вселенной, на что указывают подписи et sic et infinitum и так до бесконечности. Или возьмем например книгу французского живописца и графика Густаво Доре 1854 года. Тут он в иллюстрациях и я бы даже сказал в формате комикса рассказывает историю России и начинается все с черного квадрата. Начало истории России теряется во браке древности. Книга кстати очень крутая, в свое время она была запрещена в России, но сейчас ее вполне можно найти на просторах интернета. Ссылку оставлю в описании. Так что ни Альфонс Оле, ни Малевич, да и Флац Тере не были изобретателями и скажем так создателями черного квадрата. Он был всегда. Поэтому говорит о плагиате не совсем корректно. Хорошо, если кто угодно может нарисовать черный квадратик и назвать его хоть битвы негров, хоть пространственно-временным континуумом, наверное дело все-таки не в самом изображении. Именно, дело в названии. И чтобы пояснить эту мысль надо сначала разобраться, а что вообще такое живопись. Само слово живопись как следует из этимологии, писать живо-живоподобно, указывает на изначальную тенденцию к реалистичности этого вида искусства. Еще в античности был заложен так называемый принцип мемесиса, то есть стремление к точности и правдоподобию изображения. Эту идею очень хорошо описал Плени Старший в своем рассказе о художнике Зевксисе, который написал картину с изображением винограда, выполненную настолько удачно, что на сцену стали прилетать птицы. Художники тысячелетиями оттачивали мастерство в своем стремлении к тому, чтобы на картине было все как в жизни. И на свет появлялись невероятные полотна, например того же Леонардо да Винчи. Взять хотя бы Мона Лизу. Уровень детализации, проработка света и тени тут доведены до совершенства. Ткань ощущается абсолютно реальной, а улыбка словно оживает. И вот в 1914 году Малевич пишет такую картину «Частичное затмение» или композиция с Жакондой. Вот она, выглядывает из-под нависшего над ней черного четырехугольника. Обратите внимание, Малевич тут берет и зачеркивает ее лицо и грудь. И нет, тут мы не будем искать фрейдистские подтексты, все куда проще. Это четкое послание о том, что искусство должно отказаться от портретности и телесности. Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображения уголков природы, Мадонн и бесстыдных Венер, тогда только увидим чисто живописное произведение. И это он не в смысле, что, мол, пора завязать с похабщиной и хватит рисовать голых баб. Малевич говорил об искусственности вообще всех подобных изображений. В текстах Малевича все это описано довольно сложно, и чтобы объяснить все максимально на пальцах, давайте обратимся к его современнику, который в своем творчестве размышлял по сути над теми же вопросами. Это Рене Магрид. Наверное, большинству он известен прежде всего по картине Сын Человеческий или по влюбленным. Но нас сейчас интересует другое его раннее произведение 1929 года Вероломство образов. Здесь он вполне реалистично изобразил курительную трубку, а под ней вывел надпись CC ne pas un pip. Это не трубка. Когда он представил эту картину публике, все страшно возмутились. Он что издевается, это же вообще не искусство. И все в таком духе. Магрид решил объясниться и написал следующее. Это знаменитая трубка. Как люди попрекали меня ей. И все же, вы можете набить ее табаком. Нет, это ведь всего лишь изображение, не так ли? Так что если бы я написал под картиной эта трубка, я бы солгал. То есть картина с изображением трубки это условность. Это не сама трубка. Это лишь ее изображение, образ. Примерно в то же время ученый и философ Альфред Коржибски заявляет свое знаменитое. Карта не есть территория. Имея в виду, что описание реальности это не сама реальность. Именно к этому более чем за 10 лет до них и призывал Малевич. Надо отказаться от бессмысленных попыток изобразить реальность. Ведь в конечном счете все они будут лишь бледной тенью, жалким подобием реальности. Живое превратилось в неподвижное мертвое состояние. Пишет он в своем манифесте от кубизма и футуризма к супрематизму. И там же читаем. Все бралось живое, трепещущее и прикреплялось к холсту, как прикрепляют насекомых в коллекции. И вот теперь давайте вернемся к черному квадрату. Получается, что его уникальность именно в том, что это первое по-настоящему честное произведение искусства. В отличие от того же летящего аэроплана или мальчика с ранцем, которые пусть и абстрактно, но все же пытаются отразить реальность, черный квадрат не обманывает зрителя. Название картины на 100% соответствует тому, что на ней изображено. Квадрата, так же как и прямой или отрезка, в реальности нет. Они существуют лишь в геометрической плоскости. Именно поэтому черный четырехугольник того же Альфонсо Але – это не произведение искусства в чистом виде, а лишь забавная игра смыслов. В этой картине, несмотря на абсолютную черноту, есть сюжет. И так или иначе, на отображение реальности, ведь на ней изображена битва негров. Итак, Малевич пришел к этому полному соответствию смысла и изображения. А что дальше? Просто взял черную краску и нарисовал квадрат? Нет, тут все не так просто. Как мы уже поняли, для супрематического искусства цвет играет чуть ли не определяющую роль. Живописцы должны бросить сюжеты вещи, если хотят быть чистыми живописцами. И поэтому мы должны внимательнее всмотреться в эту черноту. И нет, не для того, чтобы, согласно Ницше, эта бездна вгляделась в нас. Малевич не рисовал бездну, как это делал несколько столетий до него Роберт Флатт. Он нарисовал именно что черноту, черный цвет. И задачка эта на самом деле нетривиальная. Черный – это вовсе не отсутствие цвета, это отсутствие света. Согласно определению, абсолютно черное тело – это физическое тело, которое поглощает все падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах. То есть, грубо говоря, черный цвет и не пропускает, и не отражает свет. Если вы пойдете в музей и посмотрите на картины, где появляется черная краска, то заметите, что, во-первых, они почти всегда бликуют, то есть отражают свет, а во-вторых, на них очень часто заметны цветовые переливы от красного до зеленого в зависимости от состава краски. То есть, их нельзя по-настоящему назвать черными. А Малевич не мог допустить, чтобы его черный квадрат был, ну, почти черным квадратом. В том же 2015 году сотрудниками лаборатории Третьяковской галереи был приведен комплексный анализ краски черного квадрата, и выяснилось, что Малевич смешал сразу три темных пигмента. Он взял жженую кость, плюс к этому что-то вроде черной охры, а также использовал арсенит меди, ну и напоследок добавил мел. Как отметила Елена Любавская, такую смесь он не мог купить в магазине. Надо было взять эти пигменты в той или иной пропорции, проэкспериментировать, добиться нужного эффекта, который мы видим на картине. Глубокое, матовое, без блеска изображение. Очевидно, он добивался эффекта провала, поглашающего свет. И да, Малевичу действительно удалось создать черный цвет. Подобно Магриту, который сказал, что на его картине вовсе не трубка, он не собрал своим зрителям, назвав свое произведение черным квадратом. И в этом, пожалуй, и кроется вся революционность этой картины. Плоскость, образовавшая квадрат, явилась родоначалом супрематизма, нового цветового реализма как беспредметного творчества. Это действительно было, наверное, первым в истории реалистическим изображением. То есть, не попыткой изобразить реальность, а самой реальностью. Так же, как на примере скандальная концепция Марселя Дюшана «Readymade». В 1914 году он выставил в музее сушилку для бутылок и назвал свою работу, как вы уже, наверное, догадались, «сушилка для бутылок». Суть Дюшан выразил очень лаконично. «Это существует, я встретил его». Это и есть тот самый стопроцентный реализм в искусстве, о котором писал Малевич. И тут можно привести еще одну параллель. Как и в случае с «Черным квадратом», в работах Дюшана главную роль играет даже не сам экспонат, а его название. Именно оно делает из простого черного четырехугольника или сушилки для бутылок произведение искусства. Делает из этого философское высказывание, идею, концепцию. И в отличие от работ прежних мастеров, где прежде всего ценилось само произведение, мастерство его исполнения и уникальность, и поэтому они должны были быть в единственном экземпляре, работы того же Малевича и Дюшана совершенно спокойно тиражировались самими авторами. Так, в 60-х Дюшан сделал несколько реплик своей сушилки для бутылок, которые, как горячие пирожки, разлетелись по экспозиции ведущих музеев мира. И каждый из них, несмотря на вроде как утрату уникальности, по-прежнему остается сушилкой для бутылок Марселя Дюшана. Так же, как и все реплики «Черного квадрата», которые сделал Малевич, равноценны. И, подобно любому другому философскому высказыванию, не теряют своей глубины, когда их повторяют. Это как спектакль. Да, конечно же, многие зачем-то рвутся на премьеру. Но ведь все последующие показы не теряют свои ценности. Это по-прежнему то же самое авторское произведение искусства. И есть еще одна важная вещь в разговоре о «Черном квадрате», которую нельзя обойти стороной. Да, вот это. Когда смотришь на фотографию, первое, что бросается в глаза, это расположение картины, подобно иконам, которые вешали в так называемом «красном углу». Как писал в 1916 году художественный критик Александр Бенуа, без номера, но в углу, высоко под самым потолком, на месте святом, повешенное произведение господина Малевича, изображающее «Черный квадрат» в белом обрамлении. Несомненно, это и есть та икона, которую господа футуристы предлагают взамен Мадонн и бесстыжих Венер. Это и есть то господство над формами натуры. «Черный квадрат» в белом окладе – это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзое запустение, и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного переведет всех к гибели. И, конечно же, многие вслед за этим утверждением расценивают «Черный квадрат» как икону нового времени, которая отрынула Бога, старые устои и все в таком духе. То есть, такую икону новой коммунистической, ну или социалистической религии. И сам Малевич в ответе Бенуа лишь подлил масло в огонь, сказав «У меня одна голая без рамы икона моего времени». И такое видение кажется вполне себе обоснованным. Вспомните всю эту борьбу большевиков с церковью, все эти заявления вроде «религия, есть опиум для народа». И, наверное, можно было бы согласиться с этой атеистической интерпретацией «Черного квадрата», если бы у нас не сохранилась обширная переписка самого Малевича. Вот его письмо от 18 марта 1920 года к Гершензону. «Мне пришло в голову, что если человечество нарисовало образ божества по своему образу, то, может быть, квадрат черный есть образ Бога как существа его совершенства в новом пути сегодняшнего начала». И что же получается? Это не отрицание Бога, а совсем наоборот? Если сильно не углубляться в теологию, то суть в следующем. В рассуждениях о Боге есть как минимум два противоположных подхода – апофатическое и катапатическое богословие. О Боге можно говорить как о Творце, Создателе, Всемогущем и тому подобное, то есть наделять его какими-то свойствами и качествами. Это катапатическое богословие. Но, как вы уже знаете из моего выпуска про имя Бога, такой подход как бы ограничивает божественную сущность рамками человеческого понимания. Поэтому многие богословы пошли другим путем. Они пытаются познать Бога через понимание того, чем Он не является – безгрешный, бесконечный и тому подобное. Это апофатическое богословие, которое в конечном счете приходит к утверждению, что Бог – это ничто. И именно в таком русле апофатического богословия и рассуждает Малевич, говоря о своем черном квадрате. «Вижу в черном квадрате то, что когда-то видели люди в лице Бога. И вся природа запечатлела образ Бога в облике, подобном человеческому. Но если бы кто из седой древности проник в таинственное лицо черного квадрата, может быть, увидел бы то, что я в нем вижу». Проще говоря, если раньше иконы писались в рамках катафортического богословия, то есть предавали Богу человеческие или иные понятные нам черты, например, изображали его как какого-то старца или даже просто как указующий перст, то черный квадрат, по сути, оказывается первой, назовем ее апофатической иконой, то есть изображением Бога как ничто. Так что его вполне можно было бы повесить в Третьяковской галерее не в секции современного искусства, а в экспозицию к другим шедеврам иконописи. А что вы думаете о черном квадрате Малевича? Икона, честное искусство или все-таки детская мазня? Пишите ваши мысли в комментариях, будет интересно продолжить обсуждение. А на этом у меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. С вами был Фил и канал FeelIt. Всем пока!